В сегодняшнем уроке будем рисовать цветущий весенний Париж. Начинаем с линии горизонта. Она будет расположена примерно на уровне нижней третьей высоты рисунка. Дальше нахожу середину листа и отмечаю ширину шляпки. Прорисовываю ее поля в форме овала. И добавляю ее в верхнюю часть вместе с ленточкой. Ниже под шляпкой намечаю волосы и плечи девушки. Получившийся набросок обвожу тонким линером. Обратите внимание, что горизонт намечаем пунктиром, а на шляпке одну из линий не обводим, чтобы в цвете она выглядела более реалистично. Теперь простой карандаш можно убрать. И переходим к цвету. Маркеры понадобятся такие. Два или три оттенка розового, от светлого к более темному. Яркий желто-зеленый, средне-зеленый и темно-зеленый. Соломенный оттенок для шляпки. Самый бледный голубой, очень темный синий, темно-коричневый. Два теплых серых, очень светлый и потемнее. И два холодных серых, средний и темный. Для начала бледно-голубым заливаю небо. Оставляю только несколько силуэтов облаков. Поверх голубого, потом розовым будем добавлять цветы. Так что если у вас нет очень бледного голубого, а есть только более яркий и темный, зеленый, то лучше сейчас будет оставить небо просто белым, чтобы цветы на нем были хорошо видны. Края облаков смягчаю блендером. Лужайку закрашиваю ярким желто-зеленым. Ее верхнюю часть вдоль горизонта можно немного высветлить блендером. Дальше базовыми оттенками закрашиваю шляпку и волосы девушки. Свет будет падать спереди, на лицо девушки, так что ее спина должна быть в затемнении, а по краю плеч оставляю тонкую полоску контурного света. Более темным теплым серым утемняю заднюю часть дунышка шляпы и добавляю еще падающую от нее тень. Сверху перекрываю опять базовым цветом. На волосы с самым темным серым добавляю немного текстуры. А темно-синим прорисовываю тень от шляпки, ленточку и полоски на тельняшке. На шляпку при помощи серых оттенков добавляю текстуру соломки. Музыка Музыка Теперь добавим стволы и ветки деревьев. С левой стороны будет более крупное и хорошо проработанное дерево. Музыка Справа будет дерево поменьше, которое расположено дальше от нас. И в самой долей будет еще третье дерево. Верхнюю часть ствола и веток можно немного размыть. Музыка Как и на девушку, свет на деревья падает спереди, так что их задняя поверхность должна быть темнее. Утемняю стволы самым темным серым, а по краю останется тонкая полоска контурного света. Музыка Также добавляю еще текстуру коры. Музыка Светло-серым прорисовываю совсем мелкие тонкие веточки и дальше переходим к башне. Сделаем ее более крупной и заметной, чем на среднем фото. Для начала намечаю вертикальной линией ее ось. Примерно до середины высоты она идет очень тонкая. Музыка А дальше начинает более резко расширяться. Прорисовываю светло-серым полностью весь ее силуэт. Ненужную часть линии можно убрать блендером. Музыка Средним зеленым добавляю падающие тени от деревьев. Они расходятся по сторонам таким веером. Музыка Также мелкими штрихами добавляю текстуру травы. Музыка И виднеющиеся за деревьями кусты. И упрощенно абстрактные дальние деревья. Музыка Дальше местами все это утемняю темно-зеленым. Музыка Края заливок делаю более плавными. Музыка 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 Темно-синим добавляю еще чуть-чуть самых глубоких теней. Музыка Музыка Вдали за кустами виднеется полупрозрачный дальний план. Музыка Добавляю его светло-сером. Музыка Музыка А более темным оттенком прорисовываю еще какие-то конкретные различимые объекты, фонари и деревья. Музыка Теперь поверх силуэта башни прорисуем детальное ее строение. Музыка Музыка Дальше темным серым сделаем ее объемнее, подчеркнув более затемненные места. Музыка 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 Сверху можно слегка тонировать башню теплым оттенком как на шляпке. Музыка Наконец пришло время добавить на деревья цветы. Начинаю с самого светлого оттенка. По объему он займет больше всего места. Музыка 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 Добавляю на ветке также немного зелени. Работа уже почти готова. Можно добавить линером еще более четкие контуры и мелкие детали. Продолжение следует... В конце добавляю блики белой ручки. Чтобы усилить ощущение солнечного дня, можно еще обвести силуэт девушки снаружи. Ставьте лайк, если вам понравился этот урок. Свои работы выкладывайте в инстаграм. И добавляйте мой хэштег, если хотите, чтобы я их увидела. Первые 15 ваших работ попадут в одно из следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok